Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется Китово. Здесь говорится о второй десятине. Когда окончишь отделять все десятины, от лоу твоих третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы ели не во вратах твоих и насыщались. Десятины, вторые. Это фактически наши. То есть мы отдали левиту десятину, которой нам положено, ее нет. И коину мы отдаем, называется большая трума, отдали. Потом отдали десятину, и вот теперь у нас есть вторая десятина. Это происходит так. Мы взяли эту вторую десятину, и все мужчины обязаны прийти в Иерусалим, и вот эту десятину мы тратим на себя. Мы просто гуляем праздник, отмечаем в Иерусалиме. Для этого нам Всевышний предназначил вторую десятину. Вот так. Так бы, если бы он не предназначил, ты бы мог сэкономить что-то, и праздник не был бы полноценный. А так полностью трать на себя вот эту вторую десятину. Но есть у нас десятину, которую мы отделяем в третий год. Вот здесь исполнится именно вторая десятина у себя дома, в вратах наших. Мы в этот год ее не тратим в Иерусалиме. Мы тратим ее дома. Приходит ее пришелец, сирота, вдова, и мы в своих вратах их угощаем, отдаем им. Людям, которые в этом нуждаются. Левит, сирота, вдова, отдаем. Наши мудрецы говорят, что написано третий год, но выводят, что левиту, а пришли сироте и вдове, как бы отдельно, и получается, и в третий год, и в шестой год мы должны так поступать. Но мы скажем тогда, а как же мы пойдем тогда в Иерусалим? У нас нет, нечего будет во второй год принести с собой. Если мы выполняем так заповедь, то Всевышний нас благословляет, и у нас достаточно средств, чтобы гулять в Иерусалиме, и нет у нас ни в чем недостатка. Тогда скажи пред Богом всесильным твоим, убрал я священное из дома, и уже отдал я это левиту, пришелец сироте и вдове, выполнил повеление твое, как ты повелел мне. Не нарушил я заповеди твоих и не забыл. То есть, главное отдать эту десятину, как Всевышний хочет. Если хочет в храм, если хочет вот сюда. Вот мы это выполняем. Не нарушил я заповеди твоих и не забыл. Не ел я в скорби моей от этого и не убирал его в нечистоте. И не давал из него для мертвеца. Есть комментарий для мертвеца, что не изготовлял из этого погребальные носилки. Другой есть комментарий, что не давал для мертвеца, ни в коем случае не использовал для каких-то идолов. Вот мы говорим, что все, что ты нам, Всевышний, говоришь, мы выполняем. Вот так вот. Исполнил я волю Бога всесильного моего. Сделал я все, как ты повелел мне. Взгляни же из святой обители твоей с неба и благослови народ твой Израиль и землю, которую дал нам, как поклялся от Отцам нашим, страну текущую молоком и медом. То есть, нам Всевышний обещает, если мы так поступаем, то страна у нас текущая молоком и медом. Только требуется выполнить вот эти условия. Казалось, это несложно. Тем более, мы отдаем всего одну десятину, вторую прогуливая для себя. То есть, не настолько это получается сложно. Главное, это выполнить. Надо поверить, что Всевышний нас за это благословляет и выполнить. И тогда у нас страна, текущая молоком и медом. И даже сейчас страна Израиля прекрасная, но приходится каждому дереву подводить в воду. Огромная труда это стоит. А так как видел это Иосиф Лавиев, то время не было таких электронных систем. И пальмы давали приклад. Красные плоды, финики были налиты медом. И козы были полны молока. Значит, была трава, где они паслись. Все было прекрасно. Были реки, текущие молоком и медом. Вот такую нам Всевышний страну. Просит, чтобы мы приняли такую страну. Просит. Чтобы не отклонялись от заповедей, вы такую страну получаете. Без забон. И воевать не надо. Всевышний говорит, я сам за вас буду сражаться. Только выполняйте то, что я прошу за вас. Сегодня Бог Всесильный твой повелевает тебе исполнять все усновления и законы эти. И старайся исполнять их всем сердцем твоим и всей душой твоей. Чтобы мы от всей души исполняли заповеди сердцем и душой. Бога превознес ты сегодня, чтобы Он тебе всесильным. И чтобы шел ты путями Его. И соблюдал усновления Его. И заповеди Его. И законы Его. И исполнял волю Его. Но Всевышний просит, чтобы мы все-таки выполняли заповеди. И не дожидались, пока Всевышний заставит это делать. Мы же знаем, как мы страдали в Египте, пока мы возопили, что с нами было. И как потом мы не выполняли заповеди на Святой Земле. И чем это заканчивалось, как это было все непросто. И просит нам не испытывать Его. Просит просто жить так, как Он хочет. И нам будет хорошо. Мы будем гарантированы, что у нас будет прекрасно все. Будет страна, текущая молоком и медом. Будет у нас все хорошо. А Бог превоснес тебя сегодня, чтобы был ты Ему народом избранным, как обещал Он тебе, чтобы соблюдал ты все заповеди Его. То есть избранный народ работает, когда мы исполняем заповеди. Если мы говорим, нет, мы хотим жить, как все народы. Нам не надо. Ничего нам надо. Вот так и все. То Всевышний такого шанса нам не дал. То есть Он требует от всех народов земли всем заповедей. Ведите всех хорошо, никого не убивайте, не грабьте, соблюдайте законы семьи и все. Нет, Всевышний говорит, вы не можете так быть. Вы приняли для себя Тору на горе Синай, и вы обязаны жить по 613 заповедям. Как бы вам это не казалось странным и тяжелым, вы обязаны так жить. А если вы хотите жить в среднем, среднем не будет. Или будете хуже всех жить, или будете жить как священный народ. Вот народ священника. Вот у вас два варианта. И нет середины здесь. Чтобы поставил Он тебя выше всех народов, которые Он создал для восхваления, для славы и для величия. И чтобы был ты народом святым у Бога Вселенного Твоего, как Он обещал. Как Он обещал. То есть народ священников, народ святой. Вот это от нас требует Всевышний. Мы так должны себя вести. Везде, где бы мы ни находились, мы должны себя вести скромно, исполняя заповеди Всевышнего. И тогда у нас все хорошо. Другой вариант нет. Мы все равно получим долю в будущем мире. Мы все равно добьемся, не выполняя заповеди. Только тогда нам придется страдать. Нас будут убивать. Нас будут угнетать. Мы будем голодать. В общем, ужасно. Вы знаете, что бывает. Мы в Торе все эти проклятия читаем. Мы в этой главе будем читать. На этой неделе. Это ужас. И он просит, чтобы вы до этого не доводили. Всевышний долго терпеливый, но конца, всегда мы можем дождаться такого плохого. А он уходит, чтобы мы вот выполняли заповеди и не ждали, пока сбудутся эти проклятия. И когда мы настрадаемся, и мы потом возобним ко Всевышнему, и он нас помнит, как в Египте. Он это не хочет. Но мы сами не создаем и не живем так, как Всевышний просит. А давайте постараемся и хоть что-то исполним на сегодняшний день. Какую-то одну хоть заповеди прибавим. Хоть, допустим, даже легкие заповеди помыть руки. Помыть руки, перед тем, как есть хлеб, допустим, эту заповедь. ничего не стоит, но она работает. Взяли, помыли руки, взяли кружку, помыли три раза на правую руку, три раза на левую руку, в воду. И все, сказали благословение, и заповедь выполнена. И у нас написано, что кто выполняет одну заповедь, считается, что выполняют все, вот одну тщательно подойти к ней, исполнить, там омываются руки, читается маленькое благословение на хлеб, все, и получаем благословение. И считается, что мы все заповеди выполняем. А на сегодняшний день наш урок заканчивается. Всем браха парнасакова намазал то, что мы это время не грешили. Изучали Тору. Урок был дан за здоровье Лиля Батроза, Клара Батброня, Светлана Батклара, Фейгабад Берта, Шимон Бен Мирьям, и весь наш список, который у нас есть, у меня с собой его сейчас нет, но мы за всех молимся, чтобы все были здоровы, счастливы, всем желаю крепчайшего здоровья, и до следующих встреч. Шалом!